Ну, так или иначе, продолжаем. 5-5 часов. Эдгоги. Ну, надеюсь, я сегодня смогу хотя бы сейф пройти. Как 4 часа? У меня 8 часов. А, или ты имеешь ввиду, что 5 часов оставить национального? Ну, я понял. Я думал, ты имеешь ввиду до конца. Но у меня нет 4 часов, если я хочу стрим с прогрессом. Потому что стрим не будет идти через часа. Вон там люди уже 5 уровень до пресет проходят. И даже до 6-го стейджа. До 6-го сейваем стейджа и может и дальше. Ну, я так к этому не стремлюсь. Как я уже говорил, я... Петранить К3 не планирую. Это слишком большое вложение сил. То есть... Я бы смог, если бы захотел. Я в этом, в принципе, не сомневаюсь. Но это прям... Это не так, что вот я сейчас хоть чуть-чуть поиграю и уже начнется там за пресет проходиться. Это нужно прям большое вложение. Я совершенно не хочу, Иван. Привет, Игин Лаш. Игин, тебе нравится Нидл Сан Спайка? Что-то слишком внезапный вопрос. Не важно. Неплохо. Я уже плохо его помню. Ну, я помню. Экраны, которые внутри засовывают. Кстати, а... Я забыл, Игин, а ты... Третью Камилию, ты же не прошел ее, да? Ты вроде бы по сражке прошел, ребятки. Привет, Лайзич. Так... Это неважно. Вопрос же к тебе. То есть, ты должен ответить согласно твоим вкусам. Камень? Привет! Сто... Стояни. Блин, что ты синик такой взял? Меня не... Не счесть. Ну и так неудобно называть 1.30, ну это... Странный выбор с учетом что ты Ты даже пройти не можешь 1.50 И ты выбираешь почему-то намеренно какую-то древнюю версию Которая не доработана Ну, как бы, Доки, насчет этого Я просто считаю, что если человек сменил ник, то наверно он все-таки хочет, чтобы его не называли старым ником, правильно? Так что это будет... Я, конечно, Сапа называю Сапом, но ему пофиг, вроде А, З2 ты пришел? Я тоже не понял Вроде быт, а? Вроде быт, а? Ну, не знаю Тут люди опять задбахли, помнили, это очень плохо пахнет. Ну в каком смысле нет смысла. Смысл в том, что это просто актуальная версия игры, не обязательно топ-контент собирать. Это же как бы не DLC, да? Это просто новая версия. Ее также можно использовать спокойно для обычного прохождения на пофиг процент. А, для чего 1.30? Типа че-то кому-то доказать что ли или что? Ну то есть... Я не очень понимаю. Типа вот надо пройти на той версии, на которой деды проходили или что? Или дачан? Ну ладно, я не очень такое понимаю. Т.е. я могу понять, если ты уже прошел актуальную версию и потом захотел как бы попробовать, а как оно было там в старых, да? Т.е. Ну зачем, если ты просто хочешь казально по этой игру? Т.е. 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 Чё там прям, эти семки меня прям остановят так что ли, ну не знаю Или синие стрелки, которые чуть поплотнее, ну не знаю, я не думаю, что прям будут мега проблемы Ну, не знаю, может быть и остановит, но если честно, я не понимаю Ну тупая смерть, жесть Ну, мне кажется, что, да, прям супер серьезных проблем не возникнет То есть я не пройду за 5 попыток там, да, но, ну типа мне кажется там за час пройду Может быть, мне интересно попробовать, может попробую На самом деле По сути, если я пройду полковник 1.30, то Считаю, что я почти как 1.30 прошел игру Ну, только за исключением, что у меня китбоксы хорошие Но именно в таком плане баланса Заткид, я думаю, это не так важно А все остальное это совсем не ОРЗ я проходил еще старую версию с корнером Так что Гай наоборот сложнее стал Фландре Типа, что она перемещается Ну, я думаю, что я осилию 1.30 версию Фландре Сайбер, там какие-то совсем незначительные нерфы На сигналке, которые вообще незаметны абсолютно ؟ Да Гай на боссе, вроде так кроме хитбоксов Тоже не особо Там, типа, делали без пау феникса Ну, это, конечно Как бы, влияет То, что он Без пау феникс А, и тоже там Miracle вроде, да, теперь не убивает на переходе, но, как бы, ну, чуть-чуть больше сметлею будет, но в целом атаки такие же. Так что, наверное, я, в принципе, мог бы 1.35 пройти примерно с такой же скоростью, как я сейчас, 1.50 проходил. А, ну, я не знаю, насколько там на головоломках на мини-играх хитбокса бы убили бы, наверное, это неиграбельно абсолютно. Да, блин, это очень элегантно. А ещё на инфлюке ножи в конце тоже уже с неадекватным хитбоксом. Я знаю, как Гоги-то прошёл, кстати, тебе повезло, что ли? Ну, он там не квадратный, но его полупрозрачная часть вроде убивают, по идее. Ну, с бомбами, по-моему, хуже. Но я тоже не проверялся. Ну, если честно, я прям долго стрим не решался запускать. Я хотел с утра прям, а потом одно, другое, и чё-то мне стало все лень больше и больше. Первая попытка на лед читать. Но в итоге чё-то смотивировался всё-таки. Ну, когда вот смотрел сейчас там эту троицу, которые там страдают в миде на стримах. Ну, вот я как раз их насмотрелся, этих активных. Чё-то подумал, что блин, тоже хочу. Чё там, Танил дошёл до Бусраши и Расти? Вектор дошёл до вот этого сейла? Чё, завтра пройдёшь на Иис? Ну да, я когда уходил, Расти был на последнем сейле. Данил был на реке. Дектор был на пустом сейве в стейже. Видимо, перерыв на еду, Логин. А почему ты говоришь, что ты не пройдёшь? А зачем ты запускаешь стрим, если ты говоришь, что ты не пройдёшь? Хочу о том, что ты уже босса выучил. Ты запускай и говоришь, что ты пройдёшь. А почему урана? Это просто рандом. Может тебе повезёт и всё, или там прочитаешь. Нигде не написано, что надо обязательно 50 каналов там отыграть. С учётом, что там учиться не надо. Я вот запустил спирать. Войди в 8-й сейв М-стейджа. Звучит ужасающе, но мне приходится в это верить. Ну да, но я проходил очень давно, и это было как бы ужасное воспоминание болезненное. Такая доктора. Блин. Так бы хотелось всего я не долбить. Представляете, если тебе пройдёт сейв, то он не останется, только босс. Да, это сложный босс, но это босс. Босса приятно играть, всё равно в куче. Плюс как бы это финальный босс, то есть там уже атмосфера соответствующая. Босса приятно играет. Сколько я на этом сейве сижу? Ну я на этом экране где-то час двадцать сижу, да? Ну точно, наверное час на этом сейве примерно. Ну это ещё ерунда. Санчелли, что такое Санчелли? Это клон Санспайка, судя по названию. Непонятно. Непонятно. Ну не за пять, я как-то преподавец по-моему сидел на первом сейве этого экрана. Ну ладно, это не так важно. Примерно час с чем-то сижу на этом сейве. Санчелли. Дさыс 뛰ела. Красиво для св dia. Санчелли. Рис. Примерно час. Непонятно. 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 Не radial. Отличную игру ты выбрал Как правильно этот выбор делать? Я не понимаю Который из алмаза Надо ли мне пытаться из ямки его делать или наоборот как можно правее Что-то я заболновался, настолько редко прохожу этот прыжок Ну не знаю Я вот не уверен Но в ямке еще время теряется Тоже надо учитывать Попробуй Попробуй ну я разве до этого допрыгивал не без ёмки всегда да блин я не могу теперь остановиться там в этой ямке что это струта? блин нафиг мне твой санчережь это санчережь я смотрю всё Что то я не буду в ямку прыгать и у меня просто супер Да блин а почему так плохо все у меня провал уверенный что я могу пройти вообще этот прыжок это просто улетучилось у меня ощущение что я вообще не знаю что я делаю я не заметил какие стены а а а а а а а а Ужасно конечно просто ужасно А насчет пятого секрета, ну ты сам себе путь выбрал В принципе ты можешь выйти Ну я конечно понимаю, что на этом атаке ты уже не можешь выйти Но Я изначально не понимал зачем Ну когда ты уже до портала догогал До места где стоял портал То конечно уже Причем не раз То уже такой себе трохать Действительно Ну как бы не стало до этого доводить Гейм суперскилла У меня давно не было Гейм суперскилла Ну я уже У меня был стрим без прогресса на пятом сейве Рукито Единственный пока Так что Уже провалено Но Но Здесь я пока То есть на этом сейве у меня не было стрима без прогресса Я на прошлом стриме дошел сюда Ну Ну Так что Получилось Ими спамить надо Плюс-минус Ну 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 Как Это самый сложный сейв в игре Но Все равно пройти надо Гоги Гоги Пока не понимают Что это за сейв Но С другой стороны Поставок Гоги фармит пятый секрет То Конечно Вот это Смешно будет Наверное Причем Вот даже Гоги Ты говоришь Типа Типа Ты не любишь когда там Сейвы на скорость Да Ну А ты посмотри Как ты сейчас пятый секрет играешь Ты без остановок все делаешь То есть Считается все равно Что это скорость Так что возможно Ну Как бы Ты уже преувеличена Это может быть Тебе по старой памяти Что Типа На скорость Ты не можешь По-моему Ты уже все можешь Ну Понятно что не сразу Ну Ну Да Время Но это не такое время как Как раньше Как раньше Так вот Это не по двадцать часов На каждый сейв Ну Посидишь Часок Привыкнешь Там еще Часок нормальных попыток Сейв пройден Ну условно Ну по крайней мере В доме шестого и восьмого Тут побольше Но Пройдется Наверное Ну Как это положишь Или Ты в смеси тропнешь игру Но Это будет Неразумно Ты же ради Градиуса Хотел Против камеры Поиграть А Ну Как бы Да Ну то есть Это не нафиг Что тебе Стоит расслабиться И такой И как бы Считать Что там легкая прогулка Этого конечно не будет Причем даже На бете не будет Но Как бы Переживешь Ничего прям Такого аду Наверное Не будет уже Не Я С питоном Не имел Дела На Уровень Разработки Я только Подключал Готовую Готовую Стоит Я По Тишарпу В основном Специалист Тихо 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 Такого Тихо ». Ну, нет, я даже не знаю, что такое джанго, вроде фильм есть такой Ммм, как же я спешил, вот это вот жесть, спешка, просто на пятки наступала вода Я очень торопился и, конечно же, я не мог контролировать здесь нормально Ну, там просто со скоростью звука надо было на этот, понимаешь, считай Ужасно Я думал, что я вообще в дропгейт не успею, я каким-то чудом успел в дропгейт еле-еле И дальше просто уже мега паника Ну, короче, Гоки, Нидл будет сложный, жопочный, но ты выдержишь Продолжение следует... Продолжение следует... Каждый сейв... Приват это, как бы, 100% Как минимум на 6-ой сейвбейте, это инфо-сотка просто Да... На пару сейвов Крукита, ну и, наверное, на абсолютно весьм стейдж Ну, может быть, кроме первого и седьмого сейва... И то, может быть, даже и на них... Не, ну, наверное, на них все-таки нет, они что-то совсем какие-то простые Таймсейв в лабиринте вряд ли, я, наверное, за кристаллом пойду Хотя я, по-моему, его в первый раз тоже брал Может, а наоборот, не брать, чтобы был таймсейв В принципе, имеет смысл Да, RZ, вот это вот было, да И ачивка 65000 на RZ у тебя была, да, вроде Но это уже настолько простым У меня, кстати, на вот этом сейве была ачивка 65000-135 На первом прохождении А сейчас у меня 19000 смертей То есть я примерно в три раза по смертям лучше прохожу сейчас Что забавно, потому что по времени ни хрена не в три раза Намного больше А сколько раз я уже по времени быстрее иду? Где-то... В пять раз, да, примерно? Даже больше, наверное Шесть раз, что-нибудь Ретер такой Спасибо А, ну типа на боссах смерти мало копится Шесть раз, да, наоборот 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 Почему я так спешу? Ну, это странная формировка, но как бы она корректная Тут надо спешить, но не слишком спешить В определенном смысле Надо как бы умеренно и взвешенно спешить А не напальнике спешить нажимать кнопки А не напальнике спешить Ну, это цепь, конечно, прям беда Реально, такой перебор Даже несмотря на то, что это последний цепь в игре Нидловый И как бы, видимо, хотели сделать под конце, прям, финальное испытание Но все равно, ну, блин Можно было не настолько раково хотя бы сделать И 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 В принципе, если бы просто хотя бы не ледж, хотя бы не ледж, да, все остальное абсолютно оставить, в принципе, было бы более-менее адекватно. То есть все равно было бы сложно пройти, да, я вот за все попытки до леджа дошел один раз. И даже если бы там не было леджа, еще даже так все равно не стопроцентов-ка я прошел бы, потому что я бы мог там еще последненький прыжок там не сделать, да. Вот, то есть все равно это было бы сложно, это был бы сложный сейф, но было бы адекватно. Субтитры сделал DimaTorzok Чё тут корнер дурацкий, ну, он такой вроде бы на фоне сейва как будто бы незаметный, но он так бы на минуточку это входящий корнер в таком неловком прыжке как бы не то чтобы он простой вообще-то или я просто криворукий, я не знаю, ну вот видишь, ну на самом деле как бы да что ж такое, я не могу его пройти тут еще вот этот прыжок это два кадра вот этот вот его можно конечно по-другому проходить, но это типа самая стабильная страта, можно вот так да ну самое главное чтобы дроп гейт тут нужно двумя кадрами залетать и как бы если у тебя это нестабильно, то этот цех может дотянуться до неприличия ну не знаю, ну вот этот цех реально он может занять очень много времени, не знаю я ввиду вот гоги у тебя не так как пятый секрет, но это как бы реально, вот это вот прям жопа полнейшая, здесь и спешка и сложный ниддл краковой кривой и много ниддла, он не короткий нифига, но попрактикуют, ну зайти еще надо, то есть как бы здесь там, если это займет после 10 часов, не особо буду удивлен вообще. вообще если честно я не знаю, ты может быть в ниддл лучше меня играешь сейчас, с учетом как ты пятый секрет, ну по пятому секрету сложно судить, потому что ты затринял один прыжок там и все как бы, ну по сути, да это тупой треймперфик сложный прыжок, но по сути один прыжок в каком смысле долго распрыгиваешься, ну сейчас сначала стрима долго, или тебе перед каждым прыжком надо долго, потому что если перед каждым прыжком надо, то придумай что-нибудь еще, тут некогда. там noticed это это Продолжение следует... Не понял, что ты имеешь в виду. Это не ответ. Вопрос. Ты через некоторое время от начала стрима можешь стабильно делать? Или тебе все равно нужно попрыгать, типа, перед тем, как делать? А, то есть, чего лишь от дня нахреть? То есть, потом ты вообще будешь стабильнее? Ну, тогда ерунда. Короче, тебе просто надо вспомнить, как играть в Ниддл и все. Ну, такой Ниддл. В пятом секрете там не нужно. Отвратительно. Вот у меня прям максимально негатив вызывает. Я вот прям... Вот сейчас-то у меня даже на бейте, на руки-то не было такого. Здесь вот прям я... Все, я опять... Я когда первый раз это проходил, я прям же зарекся. Я нафиг, я не хочу никогда в жизни это перепроходить. Я вот сейчас сижу опять, я думаю, что я... Нет, я третий про картину, я уже точно не хочу делать. Просто из-за этого сейва. Такое дерьмо, ну просто, ну, так. По-моему, даже в Z2 не было настолько плохого сейва. Ну, именно с учетом сложности. Блин, ну, конечно, в Z2 некоторые сейвы просто настолько гениальные. Ну, как было... Типа там 27 гейтог в аду и как будто... Очень сплавеобразная игра. Да не постебался, это я вообще лки сделал конкретно Это цех, про которую я сказал Никак И главное, кто вы-то? Ты же тоже за два проходила Стоп, или ты только ремейк прошел Блин А че ты такой адекватный, я не понял Не могу я успеть, просто не могу успеть, жесть Про любые плакаты Хм 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 А то он очень как то сформулировал, я долго не понимал что на мере это Там уже сама мысль-то вообще капитан очевидность. Понятно, что я надо вспомнить как играет. Когда я пошел тут сейф, у меня было на таймере 284 часа. Тогда еще САП-300 был реален. Хотя я на тот момент не додумывался, потому что я думал, что... Да блин... Я думал, что у меня камерия часов 50 будет. Поэтому я тогда не думал о САП-300. Большая разница. Ну, будет приятно, если я 50 часов вложу. Но даже если не вложусь... Ну что... Скорее как бы дополнительный бонус. Ммм... Ну, хотя бы доходить стал что-ли туда... ... 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 вот как бы там главное крепче не словить на финальном бойце. Не понял, что с разгирой начиналось, это я по первой спидран, я не помню такого факта. Ну подожди, а первый спидран К2 когда был? Не до этого? Не до хардвинс кейма? Ну до бусраша хотя бы. Бусраш уже очень давно был вроде. Он сейчас сошел тут кайберкал. Я упал, в смысле я не встал на блок. Поехали. Я не уверен, что у меня было первым спидраном, но наверное это не фангейм. Может быть это был Соник? Хотя нет, вроде нет. Харп Корпс. Не знаю, вроде бы не Боши, хотя может и Боши. Может быть и Боши. Ну и Боши, но перейдем. Ну и Боши. Ну и Боши. А ну, специфичный. Привет, как черед. Что там Данилы и вот эти все не закончили еще? Угу, а сколько я уже час играю? Не, ну Данил уже должен был вроде бы сразу дойти за это время Ни хрена себе Дектор прошел им стейдж, ну блин жесть Получается он за 4 присед по игру может пройти Ну уже прошел Опять класс дед? В смысле там нет понятия когда, кто заброшен опять Ну если будет шутер Ну это шутер Не знаю, но я если честно уже довольно все равно Ну я не говорю, что я только не буду играть Но если выйдет, ну как бы Уже прошло слишком много времени, много воды утепло как говорится Мне настолько уже прям хочется Скоро 6 лет обещанию Вернее уже 6 лет обещанию обновления Почему? У меня все сейвы остались Так дело не в этом Нет, дело не в том, что я что-то забыл или потерял из материальных вещей Интерес потерял Это да Ну опять же я грою, это как бы в принципе то я может и поиграю Ну как бы Особенно если все пойдут проходить Ну как бы почему бы за компанией то это уже не пройти Но Это уже будет так Посредственно Не, ну кто знает, может там будет Какой-то суперский контент, который воодушевит Ну Есть сомнения Ну как, ну Я даже не знаю что тебе на это ответить Иногда дохожу, но я не знаю как делать прыжок который алмаз У меня сегодня была попытка лучше чем на прошлом стриме До прыжка на ледж Даже Даже 2 по моему или 3 Так что в этом плане сегодня более продуктивно Я не знаю что такое 13-14 Я не знаю что такое 13-14 Я не знаю что такое 13-14 А остальные как там Но только я понял дектор уже на финальном боссе Управляю Данил поставил личный рекорд? Блин Ты Сап 5 Добосрав Все Не зашел жестко конечно Без скипоп Потому что это не русское слово Потому что это не русское слово С этими фазами Желет Уже есть? Да ладно? Слава спринт липс? Ну зачем? Я не очень верю в это Ну зачем? Ну а как ты тогда можешь сказать Что уже есть? Что значит описательный характер? Есть правила русского языка? Есть ошибка русского языка? Нарушение правил? С точки зрения правил русского языка Тех кто проверяет правильность языка Ну вот если ты Когда будешь сочинение По русскому языку писать Как я провел лето И напишет я стримил Я думаю что Как бы тебе это слово подчеркнут Вычеркнут Поставят двойку Откуда такая власть? Власть наделенная народом Народ ошибается Как бы не все говорят стрим А еще народ говорит Звонит Явонит Явоные И прочее Ихние Победен Победен Ну Потом я ум Их 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 Второй Не Их Их Конечно Ну, конечно. Нет, это все слова типа стрим, там, кринж, это как бы слова, которые как бы не должно быть русском языке Как бы даже если по факту их много кто использует, то это как бы плохо То есть именно это плохо, потому что они не русские Или они не заимствуют А насчет конкретно меня и ударений, то это вообще уже Ну ладно, если человек новый на стриме, то может быть понятно, но вообще у меня как бы ударение очень часто не туда То есть мне, я не знаю если честно почему Ну, он меня как бы еще с детства постоянно поправляет, у меня постоянно ударение никуда ставлю Я как бы пытаюсь с этим бороться, в принципе с местами успешно Но в целом ничего удивительного нет в том, что я не сюда ударение поставлю Сленка же организма это нормально, а вот англицизмы это рак языка Ну технический рак это тоже часть сущности, где он находится Но это не значит, что это хорошая сущность Ну да, так в смысле, ну я до сих пор поправляюсь, тебе говорят, что это полуслова в русском языке нет Просто русские люди, говорящие как бы на русском языке используют слово стрим по факту Но они используют английское слово англицизм Они не используют слово из русского языка А я не говорил, что я стерильный, что у меня речь стерильная и... Абсолютно не подвержена англицизму К сожалению, тоже не без греха Но не настолько, как у некоторых Да, но заимствования должны быть тогда, когда это необходимо Да, но заимствования должны быть тогда, когда это необходимо То есть, например, мы говорим компьютер, да Потому что в этом заимствовании в целом была необходимость Потому что, ну, никто не будет говорить вычислитель Или там электронная вычислительная машина, да Или какой-нибудь научный термин новый, да Берут там вообще из латыни Или еще откуда-нибудь, да Коллайдер какой-нибудь Ну, это нормальные деимствования Но есть абсолютно ненужные деимствования В которых абсолютно нет никакой необходимости И возникают они чаще всего потому, что Люди, как бы, смотрят или читают Или слушают английский контент, да, английскую речь И пытаются, как бы, в голове напрямую переводить То есть, не перифродировать по-русски, а именно переводить И когда ты так делаешь, у тебя нередко обнаруживается Что ты не можешь напрямую, как бы, заменить слово русским словом Ну, просто, как бы, оно так не ложится в предложении, да И, как бы, из-за этого вставляет просто англицизм Вот это очень часто бывает Как бы, из-за этого часто бывает то, что Вот ты говоришь человеку, да, например Ну, блин, типа Чему ты англицизм используешь? Он говорит, типа Ну, а как ты это слово на русский переведешь? Да, по-нормальному Ну, вот, как бы, вот именно по этой причине Вот ответ? Никак Но это не значит, что ты не можешь Без него обходиться Просто нужно речь строить по-другому Не нужно строить речь Русским языком по английским правилам, как бы, да По английской структуре предложения Тогда не придется эти слова использовать Ну, или какой-то им придумывать заменитель Потому что у тебя просто, в принципе, речь будет по-другому построена И ты сможешь обойтись русскими словами Таланты нормальные, потому что это профессиональный термин И как бы его просто заимствовали Хотя, возможно, если бы я работал в научной среде И, там, терни Да То, возможно, я бы И каким-то образом принимал бы решение О том, как называть его, да Возможно, я не называл бы его Колайда Ну, там Подумал бы Полкновитель, там Ну, не знаю Ну, как это там С учетом Особенности Сути Сути Устройства, да Может быть, как-то бы и по-русски Но В данном случае, как бы, я считаю, что они имеют право Заимствовать Термин Вообще 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 Есть такое, как бы, термин Ускоритель Элементарных частиц Но Я не уверен Почему это два разных Два разных термина Ну Я точно знаю, что Большой Дронный коллайдер Он По-русски Его так вот именно называют Официально Ну Короче, как бы В основном Просто Все нужно в меру Некоторые слова Можно и заимствовать Ничего страшного Но Просто У некоторых людей Прям Просто Повально То есть Они уже все Они уже английскими словами Разговаривают по-русски Жесть То есть Как бы Стрим Это фигня Стрим Это еще Нормальное слово Я, как бы Ничего Прям Против Тего Так-то Не имею Это я просто Скорее объяснил Почему ударение Неправильно Стоит Ну Как бы Есть Прям Ужасающие Примеры То есть Бывает Что Какое-то слово Абсолютно Нормальное Русское слово Оно Есть В обиходе Современном Это не какое-то там Параславянское слово Это абсолютно Нормальное слово Да? Но все равно Его не используют И берут почему-то Англицизм Я такое видел Ни раз И ни два Очень мало Рудогой Очень мало Ну Я пессимистично Настроен Я не думаю Что я кредо сэй Хочу Если честно Я не уверен Что я хочу Допроходить игру До конца И так Все основное Прошло Субтитры сделал DimaTorzok Ну, если ты это именно на работе используешь, то понятно, я тоже на работе общаюсь очень часто, как бы, англицизмами, именно, что связано, что касается профессиональных терминов, да? Это вообще не вопрос, это нормально. Хотя, на самом деле, там тоже бывает перебор. Но, скажем, на работе от меня чаще можно услышать английские слова, зачем нормальной речи. Ну, да, согласен за счет творческого, но, если честно, мне кажется, я сам иногда говорю креативный. Но, я поддерживаю, что лучше творческие говорили. Блин, такая спешка, ну, просто невозможно ничего сделать. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Ну, почитать, конечно, можно, но в первую очередь тут это дело не по словарным попелениям или каким-то официальным законам или что-то чему-то, просто даже по ощущению. Ну, то есть меня просто раздражает, когда слишком много абсолютно беспричин и заимствованных слов. Не важно там даже, они официальные там, неофициальные. Считаются ли это частью языка по мнению кого-то. Литература Веда или кого-то там, да, педаглога. Просто как бы, мне слух режут и всё. Но это, к слову, стрим не относится. Трим нормально ещё. Опять, сейчас хочу повторить. Ну как... Ну, если как бы в долгосрочной перспективе, то минус в том, что это уничтожение культуры. Причём это же началось не вчера и не позавчера. Это ещё начиная с того, что у нас французские слова есть. Уже там век, как два века там где-то назад, да, начали внедряться. Немецкие слова. Это, это, это как бы давно очень идёт. И к ним уже мы привыкли, там, парашютом там всяким и прочим, там. Ну, потихоньку, как бы, культура замещается. Просто сейчас новая волна, причём такая очень сильная. Ну, как сейчас. Ну, типа вот в 90-х, наверное, да, в основном. Ну, особенно вот с интернетом вообще. Ну, всё-таки, мне кажется, вот, когда активный интернет уже появился просто с каждой щели, да, мне показалось, что прям очень сильная волна этого. Всё-таки в нулевых там не было такого. Ну, не настолько. В нулевых там был именно сленг, типа там, автор жжёт, вот этого, да. Но это как бы нормально, это коверкание своего языка. Если именно, то есть, просто именно сленг. Но это не заимпроме, не англицидно. Да, такие панциры же вообще ксенофобы. По большей части. Так что, да, у них всё с этим такое. Ну, так бы, то, что школьник знает английский, это в этом ничего плохого нет. Даже, может, и хорошо. Главное, чтобы он также знал и русский. А это зависит от школы, в первую очередь. До скитания. Так-то английский язык сам по себе нужен, потому что, пусть как бы хочешь, не хочешь, но он, де-факто, международный. И язык международного общения, да. То есть, даже если ты хочешь пообщаться не с англичанином, а с каким-нибудь с европейцем или даже с азиатом, то, как ни странно, но, скорее всего, ты будешь пытаться с ним на английском разговаривать. Ну, уже так исторически сложилось. Поэтому, всё-таки, знать английский неплохо было бы хотя бы на базовом уровне. Нет, ну, кстати, насчёт англицизмов в японском, тут ты ошибаешься. Англицизмов у них ещё больше, чем у нас. У них как раз-таки именно японская речь засрана очень сильно английскими словами. Очень сильно. Намного ещё хуже, чем у нас. Они именно английский язык плохо знают, но у них внедрено в японский язык английских слов сейчас огромное количество, просто огромнейшее. Они постоянно неуместно вставляют английские слова в свою речь. И это очень видно. Да, очень, они очень много используют. То есть, если бы я был японцем, я бы фринжевал бы ещё сильнее с этого. То есть, я даже сейчас как бы негодую, да, то, что у нас в русском используют англицизмы, но в японском вообще жесть с этим. У них всё, у них уже издражение английским в терминальной стадии просто. И из-за этого, кстати, я удивлён, что они именно сам английский-то плохо знают. Но вот именно у них уже всё, у них от языка там, потом ничего не останется. Да, катакана, грубо говоря, для англицизма придумана. Ну, я не банкнулся. Не, ну мне, как бы, как иностранцу, но именно по отношению к Японии, да, мне это только в плюс, что они используют англицизмы, потому что значит меньше, то пусть ханди будет. Но именно я удивлён, что с точки зрения кордового японца это нормально. Не, вот то, что андроид написал, к сожалению, это не получится. У них была инициатива заменить, полностью отказаться от канзи, да, и использовать только алфавит, но это провальная полностью идея, потому что у них слишком мало слогов, и в итоге получается, что у них есть большое количество слов, которые будут писаться на алфавите абсолютно одинаково, а означать совершенно разные вещи. И то есть будет очень сложно понимать написанное. У них вообще контекстно-ориентированная речь, ну, в общем, очень большая проблема с этим там. Так просто от канзи не уйти. Ну, отдельные случаи есть, да, и некоторые слова стали записывать без канзи. Ну, это как бы, это всё-таки отдельные случаи. По сути, тебе всё равно там хотя бы 2000 канзи надо выучить, чтобы ты более-менее ориентировался. У китайцев ещё хуже с этим. Китайцы, в отличие от японцев, английским не так зародились. И у них изначально иероглифов 80 тысяч. Наверняка, не изначально, а сейчас. Хотя они постоянно пытаются упрощать. Но всё ещё грустно. Я бы не хотел китайский язык изучать, если честно. Ну, смотря какой литературы. В визуальной новеллы ты явно сможешь читать за 2000. А какую-нибудь историческую литературу, ну, тогда, конечно, вряд ли. Вперёд фроза, ну, чё-то вряд ли. Ну, я бы хотел нормально японский изучить. Ну, я, как бы, у меня уже база есть, я там, что-то изучаю. Но нормально я имею ввиду это с учителем именно. Ну, пока что руки, или, скорее, деньги не доходят. Типа, я там, я дуолингу изучаю. Просто, там, читаю вэнки, слушаю аниме, там, типа того, да? Ну, это, хоть бы, несерьёзно. Хотел бы, конечно, там, с учителем уже доучить. Ну, как доучить. Ну, хотя бы, там, до уровня Н4, там, не знаю. Ну, за полгода, если ты из-за, если меня учителю сейчас. Наверное. Ну, потому что я вот ковыряю уже больше года японский потихоньку. И я даже Н5 не сдам. Ну, наверное. Хотя я не пытался, но вряд ли. Ну, то есть, это не то, чтобы я не сижу целенаправленно. Не учусь с утками, понятно, да? Не, ну, видишь, если ты прям, как бы, домашнее обучение себе устроил прям суперсерьёзным подходом, то, может быть, конечно, ты и чё-то изучишь. Но мне лично очень самому, очень сложно самому вот так взять и просто учить прям серьёзным прям подходом. Ну, как бы, мне сложно. Ну, как бы, мне сложно. В дуалинку я там, я типа, значит, чуть захожу, там, минут на десять, да, и это ещё ладно. И там, как бы, понятно, как бы, всё говорят, что делать. Ну, вот, а так, как бы, я не могу. Ну, вот эти будут именно на курсы к учителю, то я бы подходил бы. Это более прикольно. Потому что, хотя бы, ты знаешь, что тебя там точно к чему-то приведут, к какой-то цели, да? То есть ты, как бы, знаешь, тебя направят по правильному пути, и всё, как бы, если ты будешь всё делать, что тебе говорят, то ты выйдешь с определёнными знаниями, которые предполагаются в том курсе, на который ты пойдёшь. А так, как бы, непонятно, что делать. Ну, драматику я знаю, плюс-минус. Ну, как бы, я изучал драматику по учебнику. И из алфавита я знаю. Ну, пока им здесь сложно. На самом деле, японский оказался чуть менее жестью, чем я думал изначально, когда я, в принципе, не понимал, с какой стороны на него смотреть. Ну, канал-то, в принципе, ну, язык и язык. Ну, просто надо грифы изучать. Ну, в правильную живопись, как сказать. просто запоминать картинки. Наоборот, мне кажется, переоценивают. По крайней мере, из того, что я, в итоге, теперь сейчас увидел. Я лично переоценивал. Оказалось, не настолько сложно. Ну, как, нет, по сравнению с английским, это, конечно, намного сложнее. Но я думал, что это вообще какой-то инопланетянский язык. Любой азиатский с урографами. Ну, казалось, ну, вполне человеческим. Ничего такого прям сверхразума не нужно, чтобы его понимать. Я не думаю, что всем бед там нужно. Ну, смотря на какой уровень такой-то же, конечно. Поехали. Ну ты видимо долго изучал А то ли там корейские диалоги Изучал корейский язык что ли? Ну в корейском языке по крайней мере алфавит С алфавитом попроще должно быть А корейский лимон Блин, ну как я не смог напрыгнуть на блок? Ну я, кстати, на слух неплохо разбираю японский У меня наслушано многое Ну я именно, то есть я могу не знать смысл слов Потому что я не так много слов знаю, да? Но как-то... Блин, могу разбирать всех, отделяясь друг от друга Ну не всё, понятно, но в какой-то степени Ну у меня корейский вообще не интересует Зачем корейский взять? Манс лут читать? Тут только прошёл месяц Ну это не так уж близко, я, кстати, один раз его прошёл Я до самого верха долежал, ну до последнего пушка Ну это не так уж близко, я, кстати, один раз его прошёл Ну никак Ну никак Ну вообще, не сп Storage Ну до последнего, до самого последнего прыжка я заходил Который ужеegen Направок выходiya Я там слишком маленький прыжок сделал, в итоге Я не хотела высоты на второй Это кому вопрос о чем? Ну как, да нет, знаешь Не то чтобы переволновался, не то чтобы он такой вот простой Это считаешь только как г прыжок А на г прыжке как бы люди ошибаются Уху Ну да, но просто ничего удивительного что он не получился Уху 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 Ну, во-первых, для целей, потому что мне просто прикольно, в первую очередь, надо как бы базово понимать язык, а во-вторых, ну, типа, больше понимать здесь подпитров в какой-то японской контент, даже если не на 100%, общий смысл, скорее всего, будет в большинстве случаев понятен, плюс читать визуальные новеллы будет проще, можно будет вместо переводчика использовать только лишь эту штуку, которую Канди вытаскивает в переводе. Ну, как бы, я не собираюсь жить или работать или что-то в Японии, поэтому мне именно полноценное знание языка не нужно. Просто нет необходимости в таком. Так я и читаю сейчас, но лучше... Я как бы, поэтому меня и подтянут на определенный уровень, потому что я уже начитал миллиарды текста таким образом. Я уже очень много таким способом читал, но лучше... Как бы, чем больше ты сам понимаешь, тем легче читать с переводчиком. Так? Которые в auditчике пытались investigación. 하고 так сказать. Требея сказать. Во... Газ chce. Как-то интересно посчитал, сколько ты символов прочитал. Я не могу даже примерно оценить, сколько я прочитал символов. Да ну хватит, ну г-прыжок, ну почему он такой аг? Не, у меня единственная статистика какая есть это до ринга. Я не могу. Ну единственное, что если по времени прочтения ВН, то наверное там больше тысячи часов, но там правда некоторые на английском были, но меньшинство. Не, ну у меня побольше, но время тоже мало что говорить, скоростью разная. Не, я использую 5 переводчиков сразу. Ну как бы полагаю на базовые знания, чтобы когда переводчик ошибается, то я мог просто в голове это уже автоматом пофиксить. Здесь как бы сложить правильно. Так что в основном мне перевод слов только нужен. Ну канди, да. Ну то есть грамматику я так представляю. Ну вот да, знаешь, вот это есть как бы такая дилемма. А стоит ли, да, то есть можно взять вот этих вот джартик или вот этих вот штук, которые чисто тебе просто переводят каждое канди, которое есть в строке, да, но не переводя как бы грамматику, да, не составляя цельное предложение. Если ты будешь таким читать, то конечно же ты очень сильно прокачаешь как бы напоминание канди, но удовольствие от такого прочтения будет, мягко говоря, на нуле. Это будет тупо работа. Это будет работа по изучению языка, а не чтение художественного произведения. И вот как бы не хочется вот в это вот переходить. Вот так вот. Ну, я как бы как считаю, что если бы у меня было бы уже вот базовое здание, ну более базовое, чем сейчас, да, типа тот же N4, например, то наверное на таком уровне уже можно читать в режиме, когда ты видишь только перевод канди. Потому что тебе не нужно будет прям каждое канди переводить, да, ты многие уже и так будешь ждать. Ну то есть ты будешь просто подглядывать как бы и процесс не настолько плохо пойдет. Может быть в каком случае уже имеет смысл. Но я как бы мало канди знаю, я не знаю сколько я сейчас знаю о канди, если честно. Но мне кажется, что ну очень мало, ну типа максимум 300 может. И то не уверен, может даже 300 нет. Ну сложно сказать. Ну сложно сказать. Даже если я буду общаться с японцем по переписке на японском, я просто буду писать английскими буквами и все будет понятно. В крайнем случае ставлю в гугл переводчик, ну который делает трансвитерацию в транзитом по необходимости. Ну да, ну а зачем тебе вот это, ну то есть просто в принципе. То есть ты что-то печатаешь или зачем? Зачем тебе вообще включена, включена поддержка японского воду? Да пока. Ага, ты нашел с кем общаться на эту тему? Ну у меня вот нет таких. Ну то есть есть люди, которые с которыми я общаюсь и они как бы минимально знают, но они уже вроде бы как меньше меня знают. Поэтому... И как бы они не изучают активно. Так что уже с ними не о чем поговорить особо именно в этом контексте. Не, я короче не пройду этот сейф, ну все, ну понятно уже. Не, я вот никого не знаю, кто бы активно изучал и был бы сильнее меня. Ну то есть надо побольше меня. И чтобы я с этим человеком именно активно общался. Но таких нет. Но если честно, я даже не уверен, зачем это надо. Ну то есть именно в моем случае. То есть именно как бы в целом я могу понять для чего это надо, да? То есть для практики как бы именно живого общения. Но с учетом, что мне по сути просто интересно потребление контента в основном, да? Мне не нужно уметь изъясняться на японском. Ну, я чисто на японском разумеется ничего не читал. Я имею ввиду вот бед перевода, да? И как бы у меня не тот уровень. Подожди Такура, ты же догадался, что ты корейский изучаешь. Ты что два языка изучаешь? Да, голова не пухнет от такого. Привет Фаренфлай, никак, 0 прогрессии. Ну да, какие-то какие-то вообще жадкие зашли. Там по 6 тысяч слов, наверное, скажет на языках. Сразу по несколько языков, причем одновременно. Звучит музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, ладно, это ожидаемо, что я тут застрял В принципе, я даже не расстроился Короче, всё, я сдаюсь на сегодня, никак не идёт Субтитры сделал DimaTorzok